Приветствую вас, пока что я вижу только некое такое, знаете, нарушение определенного развития сценария у вас. То есть я пока вижу, что изначально был некий сценарий у вас в голове. Сценарий развития, собственно, отношений, сценарий развития вашего взаимодействия. Понятное дело, что я говорю здесь об интимном взаимодействии. Вот. И, значит, сейчас так вышло, как вот это мне видится. Сейчас вышло так, что вот это взаимодействие, оно в силу ряда причин, да, это взаимодействие, оно как будто бы, знаете, условно говоря, как будто бы прервалось. Да, то есть как будто бы вот нарушились те моменты, да, те, ну, те вот ожидания у вас, которые, ну, которые были, вот, возможно, которых вы хотели, которых вы ожидали, на которые вы рассчитывали. Вот, ну, так мне это, по крайней мере, видится. Вот, я, конечно, могу ошибаться. Вот, безусловно, могу ошибаться, но мне пока видится так. Вот, тут нужно понимать, что важную роль, очень важную роль играет ещё и ваш возраст очень важную роль играет. то почему, почему вы выбираете вот именно такую модель поведения, почему вы выбираете именно вот такой аспект взаимодействия с человеком, да, то есть почему вы, ну, почему вы решаете, собственно говоря, действовать в таком вот ключе, почему вы решаете действовать так, вот, почему вы, ну, к примеру, да, не занимаетесь, допустим, ну, условно говоря, классическим сексом, да, почему вы этого не делаете, вот, то есть мне кажется, что вот, ну, на эти моменты вам нужно, ну, желательно обратить некое такое вот внимание, да, чтобы как-то вот понять, может быть, несколько, несколько лучше себя, вот. Вполне возможно, что вам подсознание таким образом, вот, просто пытается сказать, что пора переходить на новую стадию, на новый уровень отношений, вот. Вот, возможно, подсознание вам пытается донести, что донести, что может быть, мужчина делает всё-таки что-то не так, всё-таки что-то не то, что вам, ну, не то, что вам нравится, и так далее. Может быть, такой момент. Может быть, у вас есть какие-то страхи всё-таки, вот, ну, просто какие-то страхи, некие страхи, которые вы не знаете, допустим, пока что, с чем, например, связаны, не знаете пока что, например, ну, вообще откуда они есть, почему они вообще взялись, вот, но, тем не менее, они, как бы, есть, и вот, с этим ничего не поделать, по крайней мере, вот, на данный момент. И тогда, возможно, ну, имеет смысл поработать вот в этом направлении, да, имеет смысл преследовать вот это, имеет смысл в этом направлении поработать. Вот. Ну, опять же, здесь момент такой, да, что хотите ли вы это, то есть, хотите ли вы с этим достараться. Вот. Интимная жизнь – это очень важный момент, это очень, это очень делегатный момент, и навредить здесь, на мой взгляд, ну, достаточно легко, вот. Вот. Поэтому, 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 мне кажется, что имеет смысл, вот, как-то, поисследовать эту историю, может быть, может быть, ну, может быть, более, как-то, подробно, да, более, более превентивно, если вы хотите разобраться в этой, в этой ситуации. Вот. Отталкиваться, отталкиваться вам желательно от своих чувств, да, от своих чувств, например, к человеку, который, ну, вот, в котором вы сейчас, к примеру, вместе с которым вы встречаетесь, с которым у вас отношения. Вот. Ориентироваться очень сильно желательно на этот момент. Вот. Очень разумевательно, чтобы вы, чтобы вы ориентировались именно, вот, на то, эм, что вы чувствуете к, эм, ну, к товарищу, эм, своим, эм, вот. Это очень важно, это очень важно, это очень важно, потому что без такого, ну, без такого ориентирования на чувства, ну, у вас, опять же, могут быть, эм, трудности, могут быть, проблемы. Вот. Поэтому здесь такая вот, такая вот история. И, очевидно, страхи, у вас есть очевидное, эм, недоверие, эм, молодому человеку, своему, своему, возможно. Эм, там, кстати, ничего, эм, сверхъестественного не облачает, и чего-то ненормального, что-то ненормальное не значит. Вот. Это абсолютно точно такая нормальная история, нормальная история, что вы, вот, ну, не доверяете, то есть, своему, своему мужчине, да, что вы, так, ну, примерно, может быть, чего-то опасаетесь, что вы, может быть, чего-то боитесь, ну, то есть, эм, абсолютно, эм, нередкая, нередкая вещь, эм, в отношениях между, между людьми. Вот. И это просто, желательно, признать, ну, признать, что есть такая вот проблема, да, что есть проблема с доверием, что есть проблема с желанием, ну, и, соответственно, обсуждать, обсуждать эти вещи непосредственно с вашим партнером. Вот. А, то есть, Смотрите, вот вы пишите, что он никогда не очень не настаивал, сбрасывал разрешение и доставлял удовольствие рукой. Вы пишите. Два месяца назад сказал о том, что хочет сделать ему приятное, все получает. В то время я перестал испытывать к нему влечение. При этом очень сильно возбуждается со своей стороны. А что конкретно вас тогда возбуждает, вы не написали, вот получается. То есть, вы, ну, вы не пишите, вы не описываете, вы не описываете, что конкретно вас возбуждает, собственно говоря. То есть, это просто вы говорите, ну, вы говорите о простом возбуждении, получается. Если так, то просто может пропасть, вот, влечение к мужчине. Да? Вот. А это, ну, такая, не очень приятная, но вполне естественная история, что влечение к мужчине просто может пропасть, а сексуальное желание остаться. Если, например, оно у вас, ну, проснулось, скажем так. То есть, тут опять же, вот, непонятно, не очень понятно, о чем идет речь, и что вы имеете в виду, вы говорите, что не так у меня в голове. Знаете, то есть, ну, если вы прям молодого человека, то, ну, с ним у вас отношения могут, например, закончиться, могут, допустим, там, к примеру, ну, не знаю, себя и жить могут отношения, да? Вот. То есть, это, ну, такая, опять же, естественная позиция, естественная история. То есть, это все то, что, что может происходить. Это то, что, ну, то, что реально, реально может иметь место быть, и в этом, собственно, собственно, ничего такого-то нет. Нет, ничего аномального, ничего ненормального в этом нет. Вот. Так что, вот, постарайтесь более четко сформулировать проблему свою, да? Ну, вот, там, если еще раз повторю, в интимной сфере очень легко навредить. И меньше всего мне бы хотелось, чтобы это было, ну, чтобы мы вас, мы вам навредили сайт, ну, ну, вот. Взаимодействовать именно с тем, что вас беспокоят. Они наваливают сейчас кучу, кучу, кучу взглядов, да, кучу каких-то домыслов и так далее. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится.